Турнир памяти тренера Аганесса Плавджана начался традиционно с гимна. Раньше осенние турниры проводили в честь дня регистрации дня рождения футбольного клуба «Правда». А теперь повод печальной приуроченной мероприятия ко дню памяти первого тренера. Его не стало этим летом на 62-м году жизни. Аганесс Александрович – это человек-легенда, многие про него так говорят, который имел тренировочный сертификат FIFA международный, имел судейский сертификат. Волею судеб он оказался здесь в 2016 году. При поддержке правдинской администрации была создана команда, его попросили тренировать. Тогда команда была от санатория «Правда», а уже в 2018-м она стала отдельной автономной некоммерческой организацией. Футболисты участвовали во всех районных и областных турнирах. Правдинские ребята с улицы могли заняться спортом. Тогда еще в поселке было мало спортивных секций. И футбол для многих стал стартом и смыслом жизни. В 2016 году мы переросли в большой, хороший, твердый клуб ФК «Правда». Вышли на Кубок Московской области, показывали там неплохой уровень. Но, к сожалению, этим летом не стало тренера. Он нес очень серьезную вкладную карьеру. Он поднял меня на профессиональный уровень. С этого момента я играю в клубе «Целес-мятища» мини-футбола. Сейчас в команде 30 человек с 6 до 13 лет. После смерти тренера она осиротела и тренировки остановились. И за дело взялся новый тренер – ученик Плавджана. Михаил тренировался у него в возрослой лиге. Он принял смелое решение, взял на себя эту ответственность и продолжил дело учителя. Позже подключился и сын Аганесса – Александр Плавджан, знакомый с методиками отца. И теперь у «Правды» два наставника. Моя методология заключается как в алфавите – от «а» до «я». Я тренирую его с сыном Александром Аганессевичем. У него методология, он вспоминает методологию отца, который он в Ереване тренировал его. А у меня методология, я вижу, что они еще не готовы к профессиональному мини-футболу. Поэтому их необходимо подготовить технически, физически, чтобы они подошли к тактике. На памятном турнире собрались три команды. ФК «Правда» пригласил к себе «Динамо Пушкина» и «Красноармейский альянс». Звали команды, которые сотрудничали с Аганессом Плавджаном и знали его. Играли две возрастные категории. Первая – 6-9 лет, вторая – 10-13. Анастасия Спилина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.